Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами настройку спортивных часов Casio DB-E30D. В режиме текущего времени зажимаем и удерживаем несколько секунд верхнюю левую кнопку A. По инструкции это кнопка A, это кнопка B, это кнопка C, это кнопка D. Удерживаем несколько секунд, пока не начнут мигать наши секунды. Для того, чтобы их обнулить, нажимаем вот эту кнопку с правой стороны, нижнюю. Мы обнулили. Далее нажимаем кнопку MOD, это левая нижняя кнопка. Один раз мы переходим к режиму DST. Режим DST это режим летнего или зимнего времени. То есть можно выставить на час вперед или на час назад. Нажимаем вот эту кнопку, мы включили, время перевелось на час вперед или выключили, обратно перевелось. Так, у меня правильно 19.09, он оставляем включенным. Далее нажимаем кнопку MOD еще раз, мигают значения наших часов. Для того, чтобы изменять наши часы, нажимаем либо на эту кнопку, либо на эту. То есть изменяем в плюс, либо в минус. Далее нажимаем кнопку MOD, значения наших минут. Так же самое, с помощью кнопок с правой стороны можно изменять в плюс, либо в минус. Еще раз кнопку MOD, мигает наш год, 2016, изменяем нажимая кнопки с правой стороны. Еще раз кнопку MOD, мигает значение месяца. Сейчас авус, все верно, изменяем с помощью вот этих вот кнопок. Еще раз нажимаем кнопку MOD, мигает значение нашей даты текущей. Нажимаем вот эти кнопки, вот все работает, продемонстрируя. Изменяется значение даты. Еще раз кнопку MOD, мигает наш язык. Тут, если не ошибаюсь, или 15, или 16 языков, ну вот этой кнопкой мы можем изменять на английский, португальский, испанский, французский, голландский, ну то есть итальянский и так далее. Язык будет отображаться в режиме записной книжки, где вы можете писать на том или ином языке. А так же будет отображаться день недели на том языке, который вы выбрали. У меня русский язык, я оставляю его таким. Ну, если нажму опять кнопку MOD, опять будет происходить настройка наших часов. Для того, чтобы сохранить все выбранные значения, зажимаем вот эту вот кнопку с левой стороны, верхнюю кнопку A. Все будет сохранено. SR означает, что среда сейчас. Сам обзор часов я сделаю попозже, сейчас только непосредственно, что касается настройки часов. Вот, для кого, кому интересно, вот с правой стороны есть значение S. Это означает, что здесь есть режим сбережения энергии. Power Save. Для того, чтобы включить или выключить, нажимаем и удержим вот эту вот кнопку с правой стороны. Вот я зажал. Значение S исчезло. Это значит, что режим сбережения энергии отключен. Если вы заметите, 19 поменялось на 7. То есть, так можно изменять формат времени. 2.4, либо 12p, вот, либо AM. Ну, я обратно возвращаю, кстати, включаю режим сбережения энергии. Когда часы длительное время не будут находиться на свету, сам дисплей погаснет, но счетчик все равно будет продолжать отчет времени. Как только они появятся на свет, время отобразится верно. Также в этих часах есть автоподсветка. Если мы нажмем и удержим вот эту вот кнопку некоторое время, сейчас я вам продемонстрирую, появится соответствующий значок. Вы увидели. Вот, еще раз покажу. Исчез и появился. То есть, при движении руки на 40 градусов, как вы знаете, сам дисплей часов будет подсвечивать. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, все работает и так далее. Напомню, что внизу под видео будет инструкция к часам. Там есть полная расшифровка всех языков, которые я переключал. Ну, а также обзор часов я сделал несколько попозже. Здесь, что касается исключительно, как выставить время и календарь в часах. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Здоровья, мира и добра!